Ну и в конце об еще одном преступлении, которое не имеет срока давности, 80 лет назад. Случилось Хатынь. 1936 год. Берлин. Немецкий легкоатлет Ханс Вельке завоевывает первое для Германии олимпийское золото в толкании ядра. Вельке. Последняя попытка. Отныне он любимчик самого Гитлера. Фюрер дарует атлету внеочередное звание. Гауптман, то есть капитан. Подарок, благодаря которому Гауптман Вельке позже оказывается на Восточном фронте и в марте 43-го попадает в засаду белорусских партизан. Мстить посылают 118-й батальон СС, в котором любимчик Гитлера командовал одной из род. Сформирован в Киеве в 42-м. Костяк – украинские националисты плюс пленные красноармейцы. На их пути оказывается небольшая деревенька Хатынь. Они зверски убивают всех жителей. Женщин, стариков, половина погибших – дети. Самому маленькому из них всего семь недель от роду. Их заживо сжигают в местном амбаре. Тех, кто пытаются выбраться, холоднокровно расстреливают. Угробил 149 душ и моих. Пять душами, четверо детей и женку пятую. Дорогие товарищи, прошу, чтобы больше этого не получилось. Спасибо, простите. Иосиф Каминский – единственный взрослый житель деревни, который чудом выжил после трагедии. Его 15-летний сын умер у него на руках. Именно Каминский стал прототипом знаменитой скульптуры «Непокоренный человек». 26 колоколов звонят каждые 30 секунд. 26. Столько домов спалили в Хатыни. На месте того самого амбара, куда сгоняли жителей, гранитные плиты в виде крыши. Кроме того, на территории комплекса 126 могил. Каждая из них символизирует белорусские деревни, что также сожгли дотла. Только вместо праха в урнах земля с пепелищем. Генпрокуратура Беларуси последние два года проводит расследование по делу о геноциде и уточняет – судьбу Хатыни повторили 216 деревень. А всего от рук захватчиков пострадали 11 тысяч населенных пунктов республики. Непростая судьба и у самого мемориала. Авторы рисковали. Церковная колокола в атеистическом-то союзе. Мы хотели как можно дальше уйти от ассоциации печной трубы и превратили это в памятник каждому дому. И это получилось, что как элемент звонницы. Критиковали и скульптора – народного художника Беларуси Сергея Селиханова. Почему руки такие длинные, и что это за рубаха. И вплоть до того, что даже министр культуры Фурцева на последнем совещании перед тем, как принимать решение о вручении Ленинской премии этому проекту, тоже там была вообще критика беспощадная. Но у памятника нашелся влиятельный покровитель Петр Машеров, первый секретарь Белорусского ЦК. И общественность поддержала. По итогам тайного голосования в 70-м Ленинскую премию получили два мемориала – Мамаев курган и белорусская хатынь. А вот одного из главных преступников удается найти спустя полтора десятилетия после открытия мемориала. 1985 год. В Советском Союзе с размахом отмечают 40-летие Великой Победы. Ветеранам войны, уважения и почет. И тут в компетентные органы Украины приходит запрос. Некто Григорий Васюра из Киевской области требует наградить его орденом Отечественной войны. Товарищ вроде бы заслуженный. Зампредседателя передового совхоза, ветеран труда. В военкомат поместил его на доску почетов ветеран войны. В Дню Победы, к всем другим праздникам, ему ценные подарки – денежные премии. Биографию соискателя проверяют. Красноармеец в 41-м командовал отделением связи, попал в плен, согласился сотрудничать с немцами. За это в 52-м был осужден на 25 лет, но вышел по амнистии через три года, уверенный в том, что полностью искупил свои грехи и даже раздобыл удостоверение ветерана войны. Мне выслали из Киева по делу, поспросил, пустые допросы. Я не я, хата не моя, я не виноватый. Васюр до последнего дня все опровергал. Суд над кровавым карателем проходит в Минске в 86-м году. Заговорили и свидетели преступлений Васюры. Раньше молчали, боялись расправы. На процесс приехала и дочь преступника. Папа, что ты наделал? Псюгета сказала. Папа, что ты наделал? На руках Васюры и его батальона кровь не только жителей Хатыни. Расстреляно, убито и заживо сожжено. Свыше 360 советских граждан, в основном детей, женщин и стариков. Их имущество разграблено. Уничтожено около 300 дворов с надворными постройками. Многие граждане были угнаны в фашистское рабство. На этот раз Васюре не удалось обмануть следствие. Его приговорили к расстрелу. Ребята, которые его конвоировали, называли его чертом. Слишком уж жуткое впечатление производил. Может случайность, а может и нет. Но после расстрела его закопали в Лагойстих лесах. Там же, где лежат многие его жертвы. В архивах хранятся бумаги, где обозначен квадрат, в котором было захоронено тело. Нет у него могилы. У палача и душегуба ее не может быть. Еще один палач Хатыни, украинец Владимир Катрюк, после войны скрывается в Канаде. В 2015-м Следственный комитет России требует его депортировать. Канада отказывает. В итоге каратель умирает сам, через две недели после запроса. От инсульта. В год мира и созидания мы, белорусы, говорим отчетливо и громко. Нет никаких оправданий политики геноцида. Нет ничего важнее жизни человеческой. Приходите сюда чаще. Приводите с собой детей. Если забудем дорогу в Хатынь, все повторится. Нам надо это избежать. Застыли в суровом молчане леса, Как круги сгоревших торчат в небеса. Трубы печей Хатыни, трубы печей Хатыни. Зим, зим, стонет Хатыни. Зим, зим, стонет Хатыни. Зим, зим, стонет Хатыни. Зим, зим, стонет Хатыни. Продолжение следует...